В котельной нахожусь по улице Матросова. Котельная, наверное, ближе к которой можно парковой назвать, я не знаю, номер ее какой. Но такой бесхозяйственности нужно еще увидеть. В нашем городе это не исключено. Год назад я снимал вот 256-й котельной квартала, которая подавала отопление жителям города. Фактически грела улицы, так как не было термолизоляции. Сейчас я нахожусь на улице Матросова. Та же самая ситуация. Трубы не заизолированы. Ни первый год по ним видно, что они крашены, ничего. Здесь изоляции нету, как и на той котельной, наверное, со времен Советского Союза. Вот интернат. На фоне интерната номер один снимаю эти не заизолированные трубы. Фактически греется воздух улиц. И куда хватает взгляда видеокамеры, все не заизолировано. Трубы горячие. Но разве какого теплоносителя нужно иметь, чтобы было и в квартирах тепло и на улице? Я не представляю. Для этого услугу люди платят громадные деньги. Такой бесхозяйственности не то, что удивляет, а просто устрашает. Годами отапливать улицы при такой дровизне газа. И люди терпят. И люди соглашаются. И люди согласны платить еще больше, лишь бы не замерзнуть. Это просто ужасно. Просто ужасно. Японец бы руководитель, я думаю. Если бы сам, если бы его не повесили на этой трубе, он бы сам повесился, наверное. Но наши руководители себе в квартирах и в домах своих частных, естественно, не позволяют. Они там утепляют, все делают, как положено. Как и в Европе. Ну, как нормальный хозяин. А это деньги горожан. С ними можно не считаться. Потому что, если бы они свитались, такого бы не было. Такого просто бы не было. И сколько хватает взгляда, все такое же. Это ужас. Ведь вот эти все затраты газовые, которые на отопление воздуха, улиц. Все списываются на людей. Я не знаю, сколько стоит. Там 8 гривен квадратный метр. Но, по-моему, этих денег не хватит. Чтобы покрыть вот эти все убытки. Отапливать улицы. Каждый день. Каждый день. В любой градус. Любой мороз. Такими, такими диаметритромами. Незазолированными. Да. Терпелив у нас украинский народ. Очень терпелив. Продолжаю снимать эти трубы незазолированные. Метров 300 участка незазолированных труб. От котельной или до домов. Вот что-то идет под землю. Все незазолировано. Все незазолировано. Есть частично, где-то висит, но практически уничтожена термоизоляция. Подается тепло жителям города Стаханово, так называемое. Стахановское тепло жителям. Уголенные трубы входят в дома. По-моему, от такого отопления символичный ритуал сервис рядом. Потому что с таким отоплением часто приходите людям обращаться в этих. А вот это чего? Да по отоплению снимаю. Трубы воздух греют. Вот эти трубы заходят незазолированные прямо в дом. Греет воздух. Уже сколько лет. А люди платят за эти услуги. Выхода нет. Ребята греются на трубах. На котельной подается так называемое тепло в дома жителей нашего города. Нахожусь уже на улице юных леницев. Через дорогу присыпали шлаком, чтобы сами видны водители, чтобы можно было ездить. Трубы мешали. Бесхозяйственность высшей стадии. Оборевает улицу. Трубы. Горячие как никогда. И такое придомовое хозяйство. Закончились, но денег городской власти, как всегда, на вывоз вовремя мусора нет. Поэтому контейнеры переполнены. Прополнены. По улице Надежды Курченко. Все переполнено. Не вместилось в контейнера, потому что вовремя люди вывозят, выкладывают рядом уже. Здесь доля собакам, конечно, и врачам, и воронам. Есть что есть. Если я не знаю, эта собака будет сплош圈.